Всем привет! Продолжаем играть с вами в замечательнейшую модификацию между небом и землей. И у меня есть проблема. Проблема заключается в том, что мне голодно. И из-за голода у меня уменьшается здоровье. Странно, что этот момент не предусмотрен. Поспать можно, я нашел способ, как поспать. Но сначала мне нужно найти у кого-то еду. Но это, конечно, поразительно и очень странно, что есть торговец, но у него нет еды. Как такое может быть? Вопрос открытый. Да я даже и не смогу, наверное, купить, если ей будет. Интересно, с чем связана такая принципиальная позиция разработчика, Но еды нет абсолютно ни у кого. Вот, абсолютно. Да. Но абсолютно ни у кого. Причем, опять же, есть бар, в котором нет еды. В котором бармен еду не продает. Патрончики. Ура! Я нашел одну палку колбасы за 100 рублей. Вопрос, хватит ли мне на нее денег. Ответ, нет, не хватит. А чего он патроны не покупает? То есть, как будто бы тут сделано все специально, чтобы ты умер от голода. Но фактически это так. То есть, все, никто не покупает патроны почему-то. И так далее. А в принципе, все, это тоже всех осмотрел. То есть, только если есть какие-то ящики с едой. В чем я сильно сомневаюсь. Потому что ящики были тоже старательно все вырезаны. У меня вопрос, а как вообще играть за бандитов в ту линейку? Ну, то есть, это я один такой уникальный попал в такую ситуацию. Но что нет еды? Если я посплю, я умру. Воу, РПГ, круто. А РПГ мы вырезать забыли. Хотя, так как тут есть ящик, то возможно, сюда надо будет прийти и РПГ тут или жалобы. Да, выкинем уж. Лучше не трогать. Все равно, ел полезность по сомнениям. Ящиков нет, ничего нет. Все вырезали, вот прям досконально. Не знаю, пойдем попробуем сходить на ферму. Других вариантов у меня просто нет. Никого и ничего. Ну, кроме каких-то ящиков. Опять цементных. Конечно. Я не знаю, я, конечно, могу поспать, наверное. Попытаться хотя бы. В общем, тут, оказывается, можно поспать. Где-то можно было. В смысле, сейчас уже нельзя? Или присесть надо было? Что-то я вообще не понимаю. Тут у меня появлялась надпись «вздремнуть». Что если я один раз отказался, то она пропадает навсегда. Почему есть все одноразовое? Почему диалог одноразовый с Лисом, у которого можно было поспать? Тут все одноразовое. Или куда-то надо кликнуть. Значит, надо до того, как я сюда подошел. Давай еще раз смотреть. Во. То есть надо куда-то наступить. Ну, вздремнуть. А, ну он вообще пустой. Ну, типа меня ограбили. Ну, хорошо, спасибо. То есть я теперь даже не смогу, в принципе, подлечить свое прогнившее ХП. Я правильно понимаю? Не сдать ли батьке? Нет, не сдать. Где он сказал со мной встретиться? Я уже что-то забыл. Я буду возле рюмочной, найди меня, Саня Таганок. До встречи. В смысле? Я же подошел. Короче, утром надо подойти к 6 утра. Но меня ограбили. У меня нет еды. Нет на акации абсолютно ни одного ящика. То есть вырезано было все, чтобы, не дай бог, меченый не нашел себе еды. Это, конечно, поразительная ситуация. Вот тут вроде была еда, но тут была и радиация. Ну и опять же, скорее всего, тут все старательно вырезано. Нет. Но, тем не менее, радиация есть. Что по итогу-то? Радиация? Ну, водка вывела совсем чуть-чуть. Сама по себе радиация уходит очень медленно. Ха! Да. Ну что, давай попробуем грену закинуть. Что еще можно сделать? Не, я какой-то чушью занимаюсь. Почему разработчик это не предусмотрел, я не понимаю. Ну что, мне кого-то замочить втихую ножом? Волта, прибери, братишка. Ну, люди краснеют после этого. Ну что ж, пойдем тогда сдавать. Разработчик мне сам не оставил другого выбора. Это батон, насколько мы знаем. Это просто бред съесть, который невозможно продать. Скорее всего, тоже. А нет, можно, кстати. Значит, мы можем купить колбасу. Ура! Но я уже забыл, у кого она продавалась. Вот он. 100 рублей колбаса. Мы ее съедаем. Все равно, кстати, не насыщаемся полностью. Ну, ты молодец. Просто стал и завис посередине лестницы. Тестировался в этот момент, но я не сделал ничего сверхъестественного. Я, в принципе, пришел с бандитом. Отыграл с ним и так далее. То есть, ничего такого я не сделал. Взревнусь. Причем, тоже же ситуация одноразовая. Сейчас меня пульса грабят. А броник-то почему убился? А могу я перезагрузиться и хабар скинусь, например? И опять же, это одноразовая ситуация. То есть, хорошо, я сейчас все это сделаю. Сколько время? 1.57. Ну, то есть, еще раз мне взрывнуть не получится. Хотя мне там, сказали, к 6 подходить. То есть, проблема времени не решена. Я все еще должен подойти к 6 утрам, чтобы вынести базу. Я не понимаю, а как тут мотать время? Ну, какая-то же должна быть логика. Типа, это просто скриптовая. Это даже не место для сна. Это просто по скрипту. Почему я могу просто в баре посидеть подождать, если диалога такого нет? Меня обокрали пока спал. Что за скотство? На втором этаже? Ну да, там матрасы. Да, я думаю, отдохну. Кругом свои. А теперь, как думаешь? Свои кругом или иначе? Иначе. То-то. А тварья прохода нет. Так что, если заприметишь кого, батьки шепни. Тот перестроен к пигам. Спасибо. А дальше-то что? Деньги 20 рублей были. Те отняли. Зато куртка теперь есть, которую, да, угадаю, тоже никто не возьмет. Конечно. У бармена нет еды. И это поразительно. Ну, он рюмщик. Типа это. А как тут люди едят? Еще можно вздремнуть. Ну, мне, наверное, только это и остается. А если я на первом этаже вздремну? Раз тут такая возможность была вздремнуть. А тут неограбили, кстати. Время 1,51, правда. Ну, так если я еще раз хочу вздремнуть, как мне быть? Уже никак, да? А почему нельзя вот тут отдаленно стоящего, спящего прирезать? Тут нет никого. Кругом кирпичи. Тем не менее, люди краснеют. Вот как это работает? Давай еще раз поспим. Уже тут на втором этаже. Тут же все одноразовое почему-то. Я не могу понять, почему. Так, время 4.45. Все равно недостаточно. Проговариваем диалог. Ну, кстати, с меня сняли куртку. ХПшка уже начала отниматься. Но если будет бойня, там мы еду, конечно, найдем. Ну, все, давай ждать тогда оставшееся время. Ну, и за пары, конечно, невероятные. Время 5 утра. Все без изменений. Да, шварцы и лимон подошли. Будь внутри. Услышишь стрельбу? Мочи красные колпаки. А лучше рюмщика, козлачей и басику, конечно. За басику особая награда предусмотрена. Да, аккуратнее будет. Наших не задень. И слушай ПДА, может потребуется твоя помощь. Договорились. Опа. А, вон он где лежит, я понял. Лежит весь ед. Народу тьма, кстати. Так, нах. Скажу прыгать, прыгнули. Скажу шмалять, шмаляйте. Усекли. Ща всех порешу. Ха. Подорвали пацаны. Хреначи. Все, понеслась. Как зад, так сразу колян. Ну, все, народ попер. А я что? А я должен замочить красных. А выбор? За батьку с пацанами. Так, в смысле? С пацанами? Я же уже пошел по этой линии. Вообще, у меня цель другая. Мне-то нужно туда идти. Ух ты. Подожди, откуда у меня вообще тут оружие будет? Я что-то не пойму. Я как будто что-то не сделал. Или разраб супер не проработал данную ветку. А откуда у меня оружие-то будет? Ну, то есть, если бы я сейчас не нашел с того трупа. Меня же, когда я выхожу из лабы, обчищают. Разве не так? После этого я того мужика не вижу. Где ты вообще увез? Нас тут сейчас кончат. Подожди. Да, ё-моё. А что я не сделал-то? Я сделал все... О, когда мы выходим из лабы, он говорит, иди в Байскоград. Правильно? Правильно. Я прихожу в Байскоград и делаю ровно то, что я вот делал. В прошлой серии, в конце и в этой серии. То есть, я ничего не намудрил. Такое чувство, что разраб что-то наоборот не сделал. Да, уносит меня, конечно, моментально. Так, обрезик берем. А обрезик не особо-то и заряженный, я понял. Не, долго. А где труп? Идем дальше. Хабара нормально, плюс жратва есть. Ура, наконец-то у меня есть еда. У нас тут гребет нереально. Давай покажу, что ты реальный пацан. Вот он, казначей, или нет? Да, это был казначей. Выносим. Спрятаем рюкзак. Да куда к вам? Рымщика выносим. По-моему, я все правильно делаю. Кто здесь желтый один? Ой-ой-ой. Что-то мне кажется, всех поклали, походу. Ну, он мне сказал к батьку, я к батьку и побежал. Вот, кстати, батька Камар. У него обычный дробовик. Сейчас постреляем с дробовышей и посмотрим, как они себя ведут. И на роду еще тьмища. Вот и все. Кореш, не шмаляй. Ну что, за дробовика тот еще прикол играть. Надо прям в упор. Ну, вот так вот, например. Понятно. То есть, задание выглядит как? До сих пор не сдать ли батьки мятежников. Хотя я уже принял сторону пацанов. Ну и народу все еще до хрена. Мягко скажем. Семь патронов. Годно. Семь человек. Шесть. Тут кого-то видел. Продолжаем просто выкашивать всех красных. Ну что-то, мне кажется, я не так сделал. Надо было не батьку идти мочить, а пацанам помогать. Если они там не бессмертные, то получается всех поклали. Но война там еще идет. Плотненькая такая перестрелка. Желтых точек довольно много. Будем надеяться, что все выжили. Так что, я могу теперь на склад зайти? Да могу. Тут как в оригинале все. Но я вообще тут не стал, на самом деле, ковыряться. Пока, по крайней мере. Мало ли. Так, тут один спал, кстати. Я помню точно. Он меня ждал. Он знал, что я приду. Где ты вообще у нас? Нас тут сейчас кончат. Ну все, иду я. Ну, выносим оставшихся. Ну все, даже как-то все стихло. Да, скорее всего, основные были какие-то бессмертные. Что для нас только в плюс. Кто стонет? Это наш тип, кстати. Последнюю аптечку держи, брат. Лиса тоже поклали, выходит. Ну, либо он исчез. Ну все, мы прошли вот по такому сценарию. Конечно, было бы интересно посмотреть, что если сдать. Ну, сейчас. Постепенно, наверное, все посмотрим. Не забывайте оценивать видео, кстати. Если оно вам нравится. Спасибо. Лимон какой-то. Кстати, что за лимон? Я его не находил, когда играл. Не знаю, какой-то лимон. А техник жив? Нет, тут вроде и появлялся. Техника не видел. Еды зато теперь валом. Пять консервов, две колбасы. Но прикола я реально не понял изначально с тем, что, ну, я не мог покушать. И не было еды нигде, в принципе. Это какая-то недоработка. Так, куда все идут? В кабинет батики, наверное, главный прошел. Ну, типа, Шварц. Теперь он здесь главный. Лихое дело. Это ты нам помогал? Теперь вскрывать нечего. Я настоящий пацан. Как мы их сообща вынесли, а? Теперь здесь будут порядки правильные. И разборки будут по правилам. Позже и завод это объем с хранилищем. Комара прихлопнем. А пока грабь награбленная, гуляй, братва. Воспользуюсь таким напутствием. Опа. Так, ну, как бы ладно. Курнос, костянок, желоб. Ой, мужики, дайте пройти, пожалуйста. Странно построено. Чего они висят? Не знаю, что-то висят. Кто здесь еще? Ну, вот просто сел мужик. Михась вор. А я вообще с таганком изначально договаривался. Может, типа, из-за того, что он умер, то все? Продолжение не будет? Ну, почему тогда вот этих сделали бессмертными? А того не бессмертным? В чем логика тогда такого? То есть, явно что-то сномалось. Что? Непонятно. Таганка нет, хотя я уверен, он должен быть. Только его теперь не найдешь. Ну, хорошо, давай перезгружусь. Ха. Не, ну, а по факту что делать? Вы сами видите, что происходит? Ну, хорошо. Я вступил за пацанов. Мы всех зачистили. Квест висит. Не сообщить ли баске? Кому? Мертвому баске? Да нет, тут таганка. Да при этом его можно убить, в принципе. Я не устаю поражаться этому моду и тому, что здесь происходит. Калаш под диваном лежал. Это ты нам помогал, я. Позже завод отобьем с хранилищем. А делать-то что? Тут ничего не разбивается. Три водочки взять нельзя. Тут тоже ничего не берется. То есть, просто интерьер стоит. Вот они доходят до точки, все, потом отступает. О, реально, пацан, давай-ка картишки перекинем. Отвали. То есть, я теперь со Шварцем вот так разговариваю. Причем диалог не всегда появляется. Он из себя взял диалог другого человека. Тут ничего. Может, типа, надо именно всех перебить? Ну, где же я их всех найду? Ну, да, вот еще есть два врага. Где они? Ну, вот, перебил оставшийся. Просто не сообщай ничего. Как-то все странно сделано, я вам скажу. Как-то, как будто бы, я не знаю. Просто, чтобы было. Ну, а где там сообщение, типа, вот, мы победили. Да, какое-то. Дающее мне понять, что все закончено. Почему этот персонаж бессмертный? Таганка, по-моему, изначально, кстати, нет. Я посмотрел. Какой-то есть Курнос. Именной персонаж. А дальше-то что? Почему мне не говорится, что делать дальше? Ну, все. Приквест все еще висит. А что он висит-то? Ну, если я выполнил, то выполнил. Почему чел завис в проходе теперь? Что-то я вообще не понимаю. Вот не понимаю, и все тут. Все перебиты, врагов нет. Именные какие-то особые персонажи, только два, и они молчат. Этот же Стянчик, или как его там зовут? Шварц. Вообще не предлагает поиграть в карты. Что за бред? Почему на нем такой диалог? Ну, зато вот есть вот такой вариант. А как бы то, что он ничего не дает, абсолютно. Это ладно. Не замуж не пойти самому замочить. Но я могу пойти попробовать. Сам вычистить лагерь. Чего? Я по скрипту умер, по-моему. Да, я умер, я по скрипту. Типа мне нельзя туда зайти. Ну, не время, а якобы. Хорошо. А когда будет время, диалога нет. Мне опять спать? Вот, короче, я почитал. На самом деле, это не у меня проблема. Я сейчас в форум посолил. Кто-то тоже пишет по поводу голода, например. Что да, тут это проблема. То есть сделано как будто и не сыграно самостоятельно. Не проверено. Тут какие-то непонятки. Что мне нужно? Нужно сохранить жизнь всем. Во-первых, всем возможно ли это, да? Начнем с этого. Я уже час записываю видео, но по сути я ничего не сделал. Не добился. Все из-за непоняток. Среди трупешников я тут не вижу таганка нашего. Хотя, наверное, должен он где-то быть. Все, нет сделающих диалогов. Ну, то есть, прикинь, вот случилось всего. Дальше делай, что хочешь. Мне поспать? Или что? Или кого? Спать тут, конечно, нельзя. Все кровати одноразовые. Хорошо, давай еще раз переграем. Он тоже говорит, слушай, ПДА может понадобиться твоя помощь. Прикол не понял. Давай по новой. Ну, крутых как будто тут только два, видишь? А вот этот именно в плаще у меня умирает. Его зовут Лимон. То есть, может быть, надо, чтобы он в живых остался. Тогда да, конечно, сейчас надо будет попробовать еще раз отыграть. Более аккуратно как-то. Подожди. Я только что своего замочил. Красные, это наши появились. С пацанами. Все, с пацанами. Что происходит, я не понимаю. Так, что, выжил Лимон? Лимон пока жив. Чего? Смешно, он как ноги скрестил, смотри. Че, я умер? Так, вроде все. Даже Лимон выжил на этот раз. Музыка поменялась, видите? То есть скрип срабатывает. Веселая запустилась. Или я там все огоню, и тогда она просто по совпадению включилась. Так совпало, что я отдал всем лодки, и типа все стали друзьями. Сейчас, опять же, выжил Лимон, который в прошлый раз не выжил. Вообще много кто выжил. Лимон, Шварц, Курносова только не вижу. Неужели Курнос и погиб? Нет, этого не может быть. Ну, походу да, так оно и есть. Ну, посмотрим. Он все равно молчал тогда. Опять же, может он все-таки не помер? Помер. Ну, игра... Я не знаю, сейчас я уже переигрывать не буду. Я сколько раз уже переиграл. Как видите, он садится на стул, да? Да. То есть это его место законное. И с ним тоже можно поговорить. Лихое дело. Ты нам помогал. Подожди. Так я могу таки этот диалог поговорить с ним? Ну да. Сейчас пусть все на свои места сядут. Там посмотрим. Ну, скорее всего, я уже предвижу руину. Не знаю, в чем я не прав лично. В этой ситуации. Мне кажется, все-таки тут недоработка разработчика. Вот такие ужасные слова я скажу. То есть если идти по основной сюжетной линии, как и вообще задумывалось, все гладко, а когда ты отступаешь, то все нифига не гладко. Вот, например, до сих пор висит квест «Надо подумать». Хотя я всех уже замочил. Вопрос отсюда вытекает. О чем думать-то? Если я уже замочил батьку комара, о чем думать? Что, мне идти ему рассказывать? Таганка почему нет? То есть его нет все-таки ни среди живых, ни среди мертвых. Он не появляется. Где мне его искать, может быть, потом идти? Нет, это тебе ничего никто не скажет. При этом еще автор написал на странице модов. Вот, вас никто не будет водить за ручку. Так тут даже вопрос не в вождении за ручки, я считаю, а, ну, как бы, в принципе, в скриптах сломанных каких-то. Ну да, Курнос и погиб. И, скорее всего, ну, хотя бы тогда, не знаю, сделал бы разраб скрипт какой-то, что если умирает Курнос, и тебе приходит сообщение, что, о, там, не помог ты нам, вали теперь нахрен, больше мы с тобой не дружим, да? Открывается переход на свалку. Как это было с воровством, помните, у бачки? То есть ты своровал, ты попался, все, тебе закрывается бандитская сюжетка, и дуй на свалку по сталкерской обычной. Ну все, если тут важно сохранить всех троих для продолжения сюжета, ну так сделайте. Что если я теряю, все, вали нахрен, ты нам не помог, только хуже сделал. И все, дальше, ну так ведь нет такого же. То есть все, всех убили, но сюжет когда продолжается. Значит что? Значит все как бы нормально, ну как бы нифига не нормально. Спать нельзя, еды нет. То есть конкретно тут очень, не очень проработана сюжетка, скажем так. Все, все на своих местах? Вроде да. Пробуем говорить. Лихое дело, это я, настоящий пацан. Позже и завод отобьем с хранилищем. Гуляй, до встречи. Ну и все. Ха, дальше-то что? Почему квест висит? О боже, уйдет. Вот это гениальная система из ТЧ, когда они опять на тебя смотрят, когда ты просто мимо прошел. Пробуем с этим говорить. Нет диалога. Фух, поразительно. Ладно, давай попробуем тогда. Следующее логическое что? Может быть мне надо покинуть локацию? Как бы тут все закончено. Хотя нифига не закончено, чувства завершенности нет. То есть как будто бы со мной не поговорили. Что да, туда-сюда, пока. Этого нет. Но может быть теперь я смогу иметь доступ на базу бандитов там? На другой локации? Сейчас время не убило, представляете? Ну квест с батькой так и висит. Надо подумать, что думать. Давай. Перейдем, посмотрим что будет. Откроется ли мне доступ в депо? Я говорю, может надо, чтобы выжили все. И Курносов, этот Курнач, как его там зовут-то? Но я уже сколько раз можно переигрывать тогда, в таком случае. И почему же опять тогда не приходит сообщение, что ты все профукал, уходи? Не знаю, почему-то не приходит. Потому что должен сам догадаться, и квест должен просто висеть мертвым грузом. О, я ему мантерат подарил. Вроде как я все-таки что-то пропустил тут. Где-то что-то. Ага, вот что я пропустил в прошлый раз. Бумажонка, газета. Старая газета. В разгаре посевная в Нанайской области. Труженики фермерского хозяйства, малые бабы Ли, приступили к яровому севу из опашки площадей под парой. Возле колодцев. Что рядом с памятником? Под трубой. Бригадир Иван Анатольевич Бабков дал интервью нашей газете. Мы надеемся взять на круг в этом году не менее 50 центнеров. Но для этого надо пройти все круги ада, чтобы получить кредиты под семена. Не знаю, к чему эта информация. Если сейчас тут враги, то я отгружаюсь, пробую играть за басику тогда уж. А тут никого нет. Ну, потому что Шварц тут же держал локацию. И получается, я им помог переселиться в темную долину. Но там квест зависит, и продолжения нет. При этом ни сообщения, ничего не приходит. На завод идти нельзя. Что я должен логически сделать для того, чтобы продолжился квест? Я вообще не в понятках. Приходи, говорит, позже. Позже это когда? Ну вот я ушел дальше по сюжету. Это он мне потом смс-ку какую-то пришлет? Ну как бы что тут? Ну вот тут был техник. Да. Давай отгружаться и рассказывать батьке. Ну либо тут что-то супер неочевидно сделано, либо... Ну, в любом случае можете не переживать. Я информацию поизучал, и в принципе ничем сюжет именно финальный, глобальный не отличается. То есть просто ты конкретно линию проходишь. Может показаться подозрительным. Человек один. Страхов натворил. Думаю, думаю, пустой. Тебя беспокоить не стал бы, но тебе виднее. Где пусто, а где густо. Я человек пришлый. Чего ты не разумею, но на мой взгляд... Короче, кто и чего сказал. Саня Таганенок предложил присоединиться, когда подойдут Лимон и Шварц, чтобы тебя батька не в обиду будет сказано устранить. Ах, паскуды. Так я и думал. Когда? Утром. Значит, утром мы порешим вопрос. Держи монету. Батька всегда ценит преданных. Но теперь от меня далеко не отходи. На всякий случай. Ко мне поближе, от греха подальше. К 6 утра подойди. Скажу, что тебе делать. Можешь в соседней комнате на диване поспать. Спасибо. К 6 утра буду как штык. Ты велик к 6 подойти? Шварц и Лимон в самом деле появились здесь. Будем толковать. Но только не о пощаде. Ты давай ко входу. Встретим горячо, как дорогих гостей. А кто уцелеет, повиснет на деревьях. И предатели рядом окажутся. Понял? Понял. Ну, сейчас будет иначе. Раз уж квест не сработал почему-то. Хотя вот тут, допустим, Курносова нет, по-моему. А, не есть. Ну, главных я в любом случае сохранял. То есть, в плаще и Шварце. Когда-то, потом. Потом это когда. Ну да, посмотрим, что будет сейчас. То есть, опять не будет вопрос, за кого я, да? Что-то не все враги, кстати. Во, одни пожелтели. За батьку. Подожди, а так почему? Так все равно мы воюем с теми же, с кем воевали. Подожди, мне опять лимон нейтрал. Так я же за батьку. Я же за батьку играю. А мне Шварц нейтрал. Я что-то не понимаю вообще абсолютно. То есть, я все равно должен отыгрывать за Шварца. Знаете, что забавно? Это же сколько дней прошло с момента выхода мода. И ни одного патча не выпущено. Хотя, очевидно, он в этом нуждается. Более чем. То есть, ну, я отыграл за батьку. Выбрал батьку. Нет, мне все равно враги. Все, батьку все равно замочил. Ну, сейчас хотя бы хвост перестал висеть. Посмотрим, может что-то изменится. Такие сообщения приходят, походу, когда кто-то умирает. О, бронебойки у тебя были заряжены. Ничего себе ты. Шварц, курнос, лимон. Прикиньте, живы все. Абсолютно. Куда ты идешь? Обратно. Абакан, кстати, какой-то. У нашего типа. Абакан пауч, калаша. Все. Все стали по местам. Лимон, Шварц. Все, главное выжили. Кто-то может мне написать в комменты, тебе же сказали мочить только вот красноголовых и главных этих. Так дело в том, что все равно врагами остаются. Это раз. А во-вторых, так они же стреляют по нашим. Воюют друг с дружкой. Они воюют не с красноголовыми, они друг дружку мочат. Лихое дело, до встречи. А, в очко. Это не то. Вот это пацан. Ну все. Я, конечно, поражен. Наверняка мне в комментариях напишут, что же я не так сделал. Но я такого вообще нигде не помню. Чтобы вот так вот было. Все, этот Лимон сидит. Где этот Курносый, интересно? Ну это, по-моему, обычный абсолютно сталкер. Неинтересный. Ну, как-то вот так. Если я просто скажу, что я пойду в Лиманск, то я просто пойду в Лиманск и сюжет будет таким же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok